здарова сегодня мы не будем с вами говорить о гаджетах технологиях различных примочках на повестке дня у нас весьма необычная и крайне интересная тема для каждого да да вы не ослышались вопросы которые мы будем сегодня затрагивать будут интересны каждому несмотря на различные вкусы и предпочтения моей довольно таки большой аудитории почему мы устаём от всего от музыки от игр сериалов фильмов гаджетов технологии и так далее в этом ролике мы пробежимся по наиболее стагнирующим на мой взгляд областям и попытаемся понять что же пошло не так без лишних слов давайте начинать и начнем с самой популярной области это конечно же развлечение ну какой дурак будет целенаправленно отказывать себе в удовольствие посидеть в youtube чеки инстаграм чеки и уж молчу про всеми любимый тики ток кстати пока мы еще не начали можете подписаться на мою телегу на мой тик ток ссылки будут в описании это же такой кайф посидеть часик-другой за просмотром любимых шоу блогеров летсплеев не любите youtube вы прогрессивный молодой человек которому подавай быстрый четкий с музыкой короткий видеоролик и чтобы это было все упаковано в классную обертку пожалуйста тик ток к вашим услугам вас интересуют девушки в не самых приличных нарядов или вы ведете какой-то скам блок пожалуйста велкам в инстаграм также есть люди готовые дни напролет смотреть бесконечные сериалы фильмы на разных сайтах а что я и сам правда ради и довольно таки редко люблю глянуть какой-нибудь хороший старый или же современный фильм и расслабиться почему бы не но ни в коем случае не сериал потому что они ну слишком много отнимает времени осуждаю ли этих людей нет конечно но не замечали ли вы в очередной раз заходя в youtube 5 час листая ленту тики тока или же начинает смотреть 15 сезон какого-либо сериала что интерес который был раньше и чувство праздника куда-то исчезла когда выходит новый фильм или сериал а может быть игра то почему-то нет того самого эффекта вау вы не бежите сломя голову домой чтобы насладиться новым видосом я прекрасно понимаю что сейчас говорю про довольно таки узкий круг людей но у меня происходит большому сожалению именно так я потерял вот этого чувство праздника когда я откладываю на потом и лишь наоборот спешки делаю все дела чтобы побыстрее посмотреть любимого блогера или какой-то фильм сериал новое шоу знаете как под новый год у вас есть подарки под елкой вы знаете что они там точно будут и вас прям изнутри разбирает как вы хотите побыстрее вот это все разорвать посмотреть что же вам подарили вы настолько смакуете каждый кадр каждый миг вы получите настолько большой перелив дофамина что с этим ничто просто не сравнится я не спорю до сих пор есть каналы какие-то шоу которых ты ждешь с нетерпением но в основном они стали постными что ты уже не летишь быстрее ветра смотреть интригующий тебя проект делаешь это ну потому что так надо потому что надо быть в тренде ощущение что делаешь это как будто из-под палки пытаешься найти хоть какие-то плюсы в том или ином шоу здесь снимаются любимые тебе персонажи разглядеть старого доброго блогера в новом ролике но помимо качественной картинки хорошего продакшена и кучу рекламы к сожалению ты ничего не находишь и я не говорю что стоит забить на youtube и идти читать книги изучать какие-то темы научные статьи хотя это было бы довольно таки здорово но я не тот старый дед который сейчас будет с пеной у рта вам доказывать что вот раньше было лучше контент был веселее была самобытность оригинальность а сейчас что-то как ты нет боже упаси мне быть таким старпёром просто наступили времена которых многие боялись боялись они объективно это переход тв в youtube когда-то давным-давно на youtube шли за контентом оригинальностью и свободе чего был лишён телевизор самые безумные идеи приятная атмосфера самобытный контент здесь не было таких сумасшедших бюджетов продакшена все снималось душой и на коленке что ли дорогой свет звук камеры целая команда профессионалов чем сейчас youtube отличается от телевизора помимо мата и количество реклам но это уже можно поставить под сомнение может сейчас показаться что я старый ворчливый дед который живет мыслью что раньше было лучше боже упаси я за прогресс я за конкуренцию я за то чтобы реализовывались новые идеи новые локации приглашали каких-то знаменитости делали необычный контент возможно улучшали качество съемка какие-то необычные углы сценарии писали я только за но когда ты смотришь во что скатывается современный youtube и большинство каналов то становится как минимум страшно за будущее этой платформы но опять-таки я хочу повторить что не все скатываются есть каналы есть блогеры есть самобытные шоу и не стоит стелить всех под одну гребенку бесконечные шоу постные выпуски абсолютно беззубые ролики детский контент о боже поймите если бы с ростом количества этих каналов шоу и так далее пропорционально этому росло бы и качество то вопросов вообще никаких нет я за конкуренцию я за обильное количество роликов потому что именно в ней рождается развитие и какой-никакой ну прогресс но когда ты смотришь на youtube и понимаешь что большинство роликов это тупо копирка американских шоу то доходит до банального что просто название заставки сюжеты персонажа они просто в будущем с улучшением искусственного интеллекта будут брать вот эти заставки и туда присобачивать свои лица и зарабатывать на этом бабки вы думаете что один youtube этим грешит нет конечно тик ток еще хуже но там прикол в другом если на ютубе хоть что-то маломайски полезное можно вычерпнуть и там хочешь не хочешь не так много залипать то тик ток это абсолютная черная дыра которая под маской невинной соцсети отнимает у многих людей по 5 плюс часов в день я не шучу зайдите после этого ролика вот даже ради интереса в настройке и посмотрите сколько часов в день вы сидите в тики токи поверьте мне многие удивятся вам может ошибочно показаться что за то же время что и на ютубе я получу больше информации знаний какого-то контента за счет его длины а именно короткие ролики по 10-15 секунд и тем самым как бы это сказать какой-то кпд что ли будет больше но это в корне неверное утверждение это зыбучие пески которые засасывают вас незаметно я не спорю в тик токи есть масса полезного и интересного контента который классно снял превосходно подан взять те же рецепты я вообще считаю что это золотая ниша для них но проблема в том что хорошего контента там неприлично мал из десяти роликов вам попадется один ну два норма остальные будут наподобие таких я прекрасно понимаю что после тяжелого рабочего дня учебы недели вам хочется сесть отключить мозг ни о чем не думать и просто вот так вот залипать листая ленту тик ток вам даже думать не надо он все сделать за вас вы просто ставите лайки и за счет но тут уж объективно охуенных алгоритмов вам будут попадаться классные видосы которые полностью удовлетворят вас но многие не могут остановиться сидя по 6 7 8 часов у них просто нет чувства меры и вот этого внутреннего сдерживающего какого-нибудь стоп-фактора что ли в этом то проблема как с этим бороться ставьте ограничения как бы банально это не звучало но они плюс-минус будут вас останавливать и спускать на землю я понимаю что максимально тяжело так просто отказаться от 3-4 часов но попытайтесь это делать постепенно два полтора полчаса и так доберетесь до заветных ну скажем 15 минут как это стоит у меня фильмы и сериалы и я вообще молчу с первыми процентов 90 это полнейший шлаг или это форсаж 15 или очередная поносная скучная и нудная киногеройка от marvel что уж говорить когда моя любимая фирма pixar выпускает уже третий провальный фильм мне стачертело видеть всякие прогрессивные фильмы где на первый план выдвигается ультралеватские интересы в упор здравому смыслу но он сразу приходит старый мем из сериала по ведьмаку да нельзя банальные сюжеты никаких интересных поворотов конфликтов мотивации персонаж вообще берутся из воздуха а их прогресс за весь фильм коту под хвост они никак не меняются чему фильмы тогда учат безлиги не цепляющие актеры а еще мое самое любимое когда фильм разделяет на две части якобы чтобы рассказать полноценную историю но на самом деле мы все с вами прекрасно понимаем что это делается тупо для выкачки бабла как же я хочу снова ощутить то чувство праздника от похода в кинотеатр вы бы знали про сериалы тут уже людей будет побольше согласных со мной что смотреть 12 сезон четвертый перезапуск третье продолжение некогда любимого сериала потихоньку начинает наскучивать помню у меня был такой сериал если кто смотрел бесстыжие наверное прекрасно меня сейчас пойму в нем девять сезонов и третье можно было уже заканчивать скажем так я смотрю 7 понимаю что мне остается два сезона и это уже тот момент когда целенаправленно идешь смотришь заставляешь себя ну я посмотрел 7 сезонов тут осталось всего два интересно же узнать что с персонажем и лучше бы я этого не делал вот абсолютно ничего интересного там не произошло как говорится честно говоря потраченного времени жаль да пятикратно переваренный кал да и так происходит не только в киноиндустрии взять ту же моду и знаменитый кельвин клейн викторию секрет с их полными актрисами что-то все поддержали а покупать никто не стал мне безумно это напоминает ситуацию с полезным питанием когда ты смотришь на полке все выглядит красиво так преподносится как будто мы эко-френдли мы за здоровый образ жизни мы все спортсмены в итоге никто не покупает и просто проходит мимо так что же в итоге неужели крах индустрии развлечений и полная стагнация неизбежно со вторым я полностью согласен вы и сами видите что происходит а вот по поводу первого мне кажется сюда прекрасно подойдет выражение слабые люди создают тяжелые времена тяжелые времена создают сильных людей сильные люди создают легкие времена а легкие времена создают слабых людей и так по новой опять хочу предупредить что я говорю сейчас не про все каждом правиле как мы знаем есть исключение снимайте что-то интересное необычное принесите в этот мир что-то новое вы как креатор должны развлекать объяснять каким-то образом понятно доносить свои мысли может быть показывать что-то интересное будьте самобытными будьте оригинальными ведь этого от вас ждут не то что вы будете сидеть у вас здесь камера освещение вы такой весь в куче идите у вас здесь текст звезда тут куча рекламы через каждые полторы минуты но это все можно посмотреть на тв я сюда пришел за оригинальность зачем-то свежим зачем-то новым да взять того же мистера биста чем он плохо я толком не погружался в то что он делает но по количеству каналов видео а также какими бы наигранными его ролики не были эти каналы с помощью с какими-то развлечениями я могу прекрасно понять если меня сейчас абсурд потому что не разобрался в теме чисто поверхностно изучил сейчас знающие люди меня поправят в комментариях но почему у меня смотря мистера биста не происходит отвращение как это в случае с ладом а4 я думаю все вы прекрасно знаете его и видели короче кто не дурак тот меня понял если вы как я устали от всего этого хит-парада этого шоу и постного контента попробуйте новое развлечение какое-то хобби я переосилил себя и начал читать читать много книг и знаете это прекрасно и я виню себя за то что не делал этого раньше в таком количестве серьезно на свете столько интереснейших книг журналов каких-то тем также комиксов почему бы и нет также могу посоветовать тем кто любит читать особенно какие-то детективы а еще что самое крутое это участвовать в этих детективов это квест игры поверьте мне на слово вы с таким не сталкивались если не играли то обязательно попробуйте мне очень нравится фраза одной крест игры нет видеокарты мощнее чем твое воображение это это гениально это гениально носим все я надеюсь вы прекрасно провели время может быть немножечко всплакнули поняли и сделали для себя какие-то выводы но я с вами прощаюсь всем пока а